МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей в студии Виолетта Гришина. Корреспонденты нашего телеканала подготовили главную информацию о событиях четверга, 21 марта. Смотрите коротко о том, что вас ждет сегодня. ГИБДД против. Почему калининградские инспекторы дорожного движения выступили против полос для общественного транспорта? Все поймут, название калининградских улиц напишут латиницей. Я купец, удалец, два рубля, огурец. Кукла-купец и кукла-страшила. Калининградские кукольники отметили свой профессиональный праздник. Органы местного управления, расселяя аварийные дома, не улучшают жилищных условий, проживающих так граждан. Все равно выселят. Калининградцам пришлось поменять аварийное жилье на новые квартиры. Для нас было неожиданностью то, что он родился у самки, которая 20 лет до этого никогда не рожала. В звериный бэби-бум в зоопарке родился еще один морской зверек. Ну а теперь подробнее. Трамваем не быть. С центральных улиц города собираются ликвидировать трамвайные пути. Об этом заявил сегодня председатель комитета городского хозяйства Сергей Мельников. Возможно ли как-то поддержать городской электротранспорт, или он действительно изжил себя? И о преимуществах трамваев мы узнали у калининградцев и у работников трамвайного депо. Что стоишь печально, наш дружок трамвайчик. Опустил фантограф, словно уши зайчик. Трудно мне, ребята, жизнь моя не сладка. Нет у моей жизни должного порядка. Выхожу с депоя и дрожу немного. Джипы и Тойоты заняли дорогу. Калининградским трамваям сейчас действительно приходится не сладко. Из 10 маршрутов к настоящему времени трамвайная сеть сохранила только два. И те городские власти планируют убрать. А ведь местная сеть – самая старая в России. Еще одна уникальность – ее узкоколейность. Колея шириной в метр, кроме нашего города, есть только в Пятигорске. Чтобы город содержал трамвай в исправном состоянии, чтобы он работал, хорошо ходил, чтобы пассажиры на нем ездили. Надо, чтобы пути были в исправном состоянии. Надо, чтобы были вагоны в исправном состоянии. И чтобы контактная сеть была хорошей. Исправность самих вагонов постоянно поддерживают сотрудники депо. На многие составы, кстати, уже не продают и не производят деталей. Поэтому мастерам вручную приходится создавать необходимые предметы. Они уверены, главный плюс этого вида транспорта – его экологичность. Трамвай также обладает и самой большой вместимостью – до 80 человек в одном вагоне. Что касается низкой скорости передвижения, то эта проблема решаема. Этот вид транспорта можно организовать таким способом, что он будет идти быстро по городу. Самый скоростной вид транспорта. Потому что автомобили там в пробке. Если трамвай поставить в пути, проложить по выделенному, то есть чтобы не пересекались с автомобильными дорогами, то этот вагон достаточно может быть быстр. Не жалуются на этот вид транспорта и пассажиры. Без трамваев нельзя. Обязательно. Бабушки старенькие, ножки болят. Обязательно. Это самый замечательный вид транспорта, который только может быть. Мы очень рады, что ходят в эти трамваи. Да, езжу каждый день на учебу, с учебы. Это очень удобно. А чем удобно? Чем этот транспорт? Ну, мне лично удобен сам... Ну, как он проходит? Да, сам маршрут удобен. Потому что если на маршрутках, то приходится с присадками, а на трамвае очень удобно до университета прям доходить. Ну, для нас он лично идет прямо практически до университета. То есть нам очень удобно. И даже несмотря на такую поддержку горожан, местные власти непреклонны. Уже в этом году трамвайные пути полностью снимут с проспекта Победы. А значит, в исторической части города этот вид транспорта уже не появится. Светлана Федорова, Алена Мухина, Юрий Жуков. Служба новостей город. ГИБДД против. Калининградские инспекторы дорожного движения не одобряют идею выделить отдельные полосы для общественного транспорта. Эту тему обсудили 21 марта в администрации города совместно с городскими властями. Но несмотря на такие отрицательные отклики со стороны перевозчиков и ГИБДД, полосы все-таки выделят. Но только после того, как вступит в силу закон об эвакуаторах. Так, предположительно, они появятся на Ленинском, Советском и Московском проспектах, а также на улицах Черняховского и Горького. У сотрудников ГИБДД на этот счет свое мнение. У нас через центр проезжает 36 маршрутов. Они все и встанут в пробку на своей выделенной полосе. Наш город просто не приспособлен для введения выделенных полос. Напомним, уже не первый год городские власти пытаются ввести такие полосы. Но все безуспешно. Сначала их внедрение умешало отсутствие работающего закона об эвакуаторах. А теперь комплексная схема организации дорожного движения. В Калининграде наполовину сократят количество маршруток. А в Музее мирового океана появились 3D-батискафы и 3D-иллюминаторы. Подробнее об этих и другие интересные новости в нашей постоянной рубрике. Короткой строкой. Мороз и ветер. В эти выходные в области температура воздуха опустится до минус 15 градусов ночью и до минус 8 днем. По словам синоптиков, с пятницы 22 марта в городе ожидается облачная погода. Местами снег. Но уже с понедельника погода снова изменится. Воздух прогреется до плюс 3 градусов. Отметим, настоящая весна придет в область только в апреле. Пьяная езда. В автомобилях установят предупреждение о последствиях езды в нетрезвом виде. Такое предложение высказали депутаты Госдумы. Продавцам и производителям автомобилей они предлагают размещать на машинах специальные наклейки. Но где появится такая предупреждающая надпись, пока неизвестно. В этом году в городе капитально отремонтируют 23 улицы. А именно благоустроят заездные карманы, подъездные пути к садовым обществам, а также мосты и ливневки. Из городского бюджета на эти цели выделят более 400 миллионов рублей. В список счастливчиков попали улица Бородинская, Советский проспект, улица Габайдулина, Московский проспект 92-96, переулок Ольштинский до проспекта Калинина, улица Машиностроительная, улица Парковая аллея. Полный их список можно найти на сайте правительства. К чемпионату мира 2018 года в Калининграде наполовину сократят количество маршруток. Об этом заявил заместитель главы администрации Сергей Мельников. Напомним, на сегодняшний день в городе ежедневно выходят на рейсы более 300 автобусов малого класса и работают на 33 маршрутах. 50 аквариумов, 3D-батискафы, спа-центр и 5D-кинотеатр с планетарием. Такие новшества появятся в Музее Мирового океана уже через три года. К этому времени там построят 20-метровое здание в форме земного шара под названием «Планета-океан». Новый комплекс музея будет рассчитан на 850 тысяч посетителей в год. Курсы валют на 22 марта. Доллар США – 30 рублей 89 копеек. Евро – 39 рублей 97 копеек. Литовский лит – 11,57. Польский злотый – 9 рублей 56 копеек. Этому искусству уже тысячи лет. Но его до сих пор любят и взрослые дети. 21 марта отметили Международный день кукольника. Куда уходят старые куклы-актеры и как появляются новые, расскажет наша съемочная группа. Я купец, удалец, 2 рубля, огурец, 3 рубля за лимон, за сезон, на миллион. Эта кукла из спектакля «Три желания» считается долгожителем. Его путь на сцену начался еще 50 лет назад. В то время у театра не было даже своего здания. Куклы делали и хранили в театре драматическом. Спектакли проходили на выезде, в школах и дворцах культуры. С тех пор много воды утекло, а купец все тот же. Правда, сейчас он взял творческую паузу и лежит вместе с другими куклами в кладовой. Здесь живут наши куклы. И новые, недавно рожденные только для зрителей, и старые, и совсем старые. Это, наверное, самая главная комната нашего театра, потому что без этих кукол не было бы театра, не было бы нас, артистов. Создание кукол – настоящее искусство. Режиссер продумывает с художником ее образ и внешний вид. Тот, в свою очередь, готовит эскизы и чертежи. Немаловажно обсудить и механику, как кукла будет двигаться и выражать эмоции. И только потом, уже в мастерской, начинается работа. Механик делает каркас куклы и всю механику. Бутафоры делают мантюр куклы. Вот это вот все, что внутри связано с поролоном. Это мантюр называется. Вот все ручки поролоновые. Потом швея обшивает куклу, делает ей костюм, и художник уже расписывает ее. За время спектаклей куклы изнашиваются. Приходится реставрировать. А если это невозможно, то их списывают. Иногда даже сжигают. Актеры говорят, без слез на это не взглянешь. Настолько привыкают. Ведь даже куклы бывают очень обаятельные. Как, к примеру, этот Страшила. Его, кстати, калининградцы еще не раз смогут увидеть на сцене областного театра кукол. С днем кукольника! Алексей Анкудинов, Юрий Жуков. Служба новостей. Город. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой вы увидите. Органы местного управления, расселяя аварийные дома, не улучшают жилищных условий, проживающих так граждан. Все равно выселят. Калининградцам пришлось поменять аварийное жилье на новые квартиры. Для нас было неожиданностью то, что он родился у самки, которой 20 лет до этого никогда не рожала. Звериный Бэби Бум в зоопарке родился еще один морской зверек. Рожденный хрюкать и летать может. Калининградка завела себе необычное животное. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. Вы смотрите службу новостей город в студии Виолетта Гришина. И мы продолжаем. Выселяйтесь. А где жить, подумайте потом. Жители трех бараков по улице Яблочной выселяют из их домов в связи с признанием их аварийными. Причем выселяют в новостройке. Но около 30 семей не хотят покидать свои квартиры. 28 февраля Первый городской канал посетил жителей этой улицы. И вот спустя почти три недели администрация дала, наконец, официальный ответ. Кухни у всех сделаны внизу в цокольном помещении. Еще в 2008 году жители этих домов обратились в жилищную инспекцию с заявлением, где указали, что на стенах этих домов появились трещины. На основании технического обследования дома признали аварийными и подлежащими сносу. Органы местного управления, расселяя аварийные дома, не улучшают жилищных условий проживающих так граждан. Расселение производится с целью предотвращения угрозы проживания в аварийных домах. По закону, площадь квартир, в которой расселяют этих жильцов, не должна быть меньше, чем жилая площадь прежних. В то время, когда администрация формировала заявку на строительство новых домов, у всех жильцов истребовали документы на их жилые помещения. Во всех свидетельствах о праве собственности на эти квартиры написано «однокомнатная квартира площадью 20 с чем-то метров» или «однокомнатная квартира площадью 30 с чем-то метров». Но смысл в том, что расположение жилых помещений в подвалах вообще запрещено. Но если бы жильцы домов законно оформили свои подвальные помещения и предоставили все эти документы вовремя, то вполне возможно, что сейчас такой проблемы не возникло бы. Мне пришлось уйти сверху вниз жить, потому что у меня там ребенок маленький, как бы я тоже здесь вот сплю и все такое. Вот так и разместились жители этой квартиры в старых домах. Как говорится, кто куда. Сами признаются, жили и каждый день причитали, а сейчас не хотят уезжать. После того, как администрация признала их дом аварийным, квартиру им предложили в три раза меньше. Вот нас выселяют в однокомнатную квартиру по улице Минусинская, да? Это вот такая квартира, как наша, это 16 квадрат, там до этого 18. Представляете, как мы будем жить в этой 18-й квартире? Ну и сколько, коридорчик входной. Да, вот еще, да, еще вот так. Как вот мы будем там все вместе жить, я не знаю. И такая ситуация у всех жильцов трех домов. Каждый подал в суд, но в суде отказали, основываясь на старый техпаспорт 1985 года, в котором цокольный этаж не считался жилым помещением. Сейчас у каждой семьи по 65-70 квадратных метров и две комнаты, а администрация заставляет переехать в однокомнатные 18-ти метровки. Суды отказывают им и предлагают просто смириться и переехать. Единственное, чего могут добиться собственники квартир, это денежная выплата. Но, как показывает практика, сумма будет намного ниже, чем новая квартира. Елена Кивенко, Юрий Жуков, Назим Габибов, Служба новостей, город. Его называли «Непотопляемый». 21 марта в Музее мирового океана открылась выставка «Титаник. 100 лет истории». На ней калининградцам показали более 80 фотоснимков, а также предметы и экспонаты. На выставке показали не катастрофу, а короткую историю этого судна. Его колоссальные размеры поражают и сейчас, а гибель потрясла весь мир. И по сей день до сих пор остается много загадок. Оказывается, на судне перевозили элементы искусства, такие, как произведения Амархаям, Рубаят, которое пошло ко дну, а также древние мумии. Но самым загадочным стал роман 1896 года «Гибель Титана». Знаменитый роман Моргана Робертсона «Чета или гибель Титана», который полностью дублирует и водоизмещение технические особенности «Титаника». Все это правда, как и прекрасная мистическая история о даме, путешествующей первым классом, которая увидела некого господина в котелке. И тот посоветовал ей немедленно сойти с этого корабля. Что она сделала? И спасла себе жизнь. «Титаник» живет в сердцах людей до сих пор, став сердцем океана. Выставка поможет окунуться в мир затонувшего суперкорабля. У калининградцев есть шанс стать свидетелем этих событий еще до конца июня. Еще один зверь. В калининградском зоопарке 19 марта родился очередной тюлень. Это уже второй морской обитатель за месяц. Первый тюлень-беляк родился еще в начале марта. И сейчас он уже начинает линять и приобретать серый окрас. Так что, если вы хотите застать новорожденных еще белыми, то поторопитесь. Родился тюлененок без помощи специалистов. Хотя его мама, 20-летняя Найда, самая взрослая тюлениха в зоопарке. А средняя продолжительность жизни этих морских зверей всего 30 лет. Примечательно также, что при родах она сама перегрызает пуповину. Для нас было неожиданностью то, что он родился у самки, которой 20 лет. Она у нас до этого никогда не рожала. И вот сейчас она родила первый раз детеныша. Отец у тюленят один, но к детям его не пускают в целях безопасности. И воду детенышам пока нельзя. Белая шерсть не защищает от холода, а подкожного жира не так много. Но уже спустя месяц оба новорожденных начнут плавать. Имена им, кстати, пока не придумали. Для этого в зоопарке по традиции проведут масштабную акцию. Любой желающий сможет предложить свой вариант. Завести экзотическое животное у себя дома решится не каждый. Особый уход и питание пугают всех калининградцев. Но вот семья Полины Манеркины нашла хорошую альтернативу. Изучая зоомагазины в интернете, они наткнулись на необычного грызуна. И вот уже спустя несколько недель в их доме появилась белка-летяга. Этой белочке всего полгода, а живут такие грызуны до 13 лет. Новую семью белка-летяга обрела два месяца назад. И как только Полина увидела маленький комочек, сразу придумала ему имя Муха. Ну, у нее крылья летает, как муха. И глаза большие, как у мухи. Сон очень важен для мухи, ведь если ее не вовремя разбудить, животное может погибнуть. Питается белка-летяга фруктами и червем-зоофобусом. Раз в день Полина дает своей белочке одного червяка. И как истинная леди, муха не ест, что попало, и снимает с червя шкуру. Такой звук муха издает, когда боится или испугалась сама. Единственное место, где белка чувствует себя в безопасности, это ее большая клетка. У нее три этажа, у нее есть гамак, мягкий дом, который она грызет крышу, качели. Снизу, на самом последнем, на первом этаже, у нее стоит корм. Любимое место – это, конечно, мягкий гамак, где можно поспать. А самое вкусное лакомство – йогурт. Им Полина всегда балует муху. Еще одна радостная новость – это то, что у белочки появится ухажер, ведь одно ей совсем одиноко. Елена Киренко, Назим Габибов, Служба новостей, Город. На этом все. Если у вас есть интересные новости и вы хотите стать народным корреспондентом Первого городского, звоните к нам в редакцию по телефону 919404 или пишите на наш электронный адрес канал1собакамел.ру. Я напоминаю, что все новости выпуска дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. Там же есть онлайн-трансляция телеканала. Ну а с вами была Виолетта Гришина. Всего доброго и не болейте.